всем привет вот у нас собраны чемоданчики собраны наши рюкзаки с едой пакеты с едой время 7 утра ой еле проснулись на улице у нас 7 октября и мы собираемся в очередное путешествие воронеже прям похолодало нехило так на улице плюс 2 холодно-холодно осень пришла так неожиданно к нам было очень тепло стало очень холодно резко у нас через два часа поезд и отправляемся в этот раз мы в кабардино-балкарию сейчас уже поедем на вокзал но сначала поставим машину и потом на вокзал на все мы уже прибыли на вокзал немножечко проснулись уезжаем из при даче и как я сказала мы едем в кабардино-балкарию но и сначала мы едем на эльбрус точнее в при эльбрусе а после едем нальчик а после кавказские минеральные воды в городе кисловодск но сейчас наш путь будет до нальчика ехать нам сутки от воронежа поезд я так поняла у нас москва влади кавказ перецепляют вагоны минеральных водах ну в общем наш путь длиной в сутки начинается ешь пейка наше традиционное видео в этом переходе на при даче когда мы едем на поезде обычно отсюда едем в адлер хотя нет один раз владикавказ ехали сейчас в принципе на таком же поезде едем только до нальчика москва нальчик в воде кавказ нас 17 18 место такой старый загончик будет нас в эту сторону ну что мы уже в пути вот уже проехали лиски так мы уже в рост тут можно рыбу купить учить за рыбу салобик пахнет вкусно добрались до ростова время 8 часов вечера сколько мы получается ехали 11 часов нашего вагона вот очень много людей вышло и выкатал по стоит капец то половина людей поменялись на улице до теплее чем воронеже около 14 градусов будем уже уезжать уже снимать ничего не будем до утра 915 мы приезжаем на альчик будем просто спать может что-нибудь еще поедим и спать до то встретимся на чеки все мы добрались время 915 утра воскресенье 8 октября мы ехали до нальчика здесь солнечно тепло очень я не знаю сколько градусов около 20 наверное на солнышке так вообще красота вокзал мальчики вот такой вот маленький а нам сейчас нужно найти автобус до тирскола я не знаю то ли мы на автовокзал поедем то ли может сейчас нам что-то предложит нам нужно ехать в горы у нас там отель забронирован короче вызвали такси до автовокзала поедем до автобуса потому что на машине от уже до вокзала будет стоить две-три тысячи мы едем на автобус мы за бюджетные путешествие вот так вот выглядит площадь уже до вокзала застроиться какая-то перекопка так ну все это 92 рубля мы доехали от же до вокзала до автовокзал правда ехать недалеко ну цена вообще нормальные меня устают вот так вот выглядит автовокзал нам надо идти искать уже кто-то сейчас подойдет нам надо идти искать из автобуса до тирскола короче история такая время 10 утра я в окошечко в кассу спросила билеты хотела купить до тирскола мне сказали что в 11 приедет водитель но на газельки и будет собирать людей как только люди соберутся он выезжает а если они до вечера будет собираться но я надеюсь все отлажено и нормально должны собраться ну вообще он примерно в час дня где-то должен уехать ну займем места что делать так билет стоит 400 рублей если машину брать это 3000 стоит на вокзальном 2 предлагали мне кажется 2 не поехал бы никто здесь вот есть вот такой кофейный аппарат хорошего дня я взяла кофейку мы будем ждать мистер богомол по колесу пассажиры для мини-варных в Ставрополя приглашаются к микроавтобусу 314 микроавтобус отправляется смотри смотри он залезет ну пей давай что мы тебе воды дали он только лапой кунул и все уже скоро будем выезжать ждем пока заполнится маршрутка жалища капец на улице вот показывает плюс 20 на солнце все 30 но всего 30 часов и мы добрались до чекета нам осталось зайти до отеля ну показывает по моему метров 500 тут уже посвежее но пока еще светит солнышко погодка хорошая кругом лес елочки отели такие деревянные не холодно но попрохладнее чем нальчики там уже огромные снежные горы воздух такой горный и сейчас мы пойдем заселяться свой отель надеюсь нас ждут потому что уже время три часа дня мы должны четырнадцать 00 были заезды еще страшно пойдем сейчас заселяться здесь у нас река боксан вот путешественник идет чемоданом и повсюду корове или лошадиные какашки лошадки тут тоже повсюду поехали с нами встречать так ну кажется мы пришли к своему отелю вроде похоже на наш нас отель называется легенда вот тут горы у нас вот наверно вход сейчас пойдем заселять да это наш отель идти до него на чемоданы мы шли минут пять-семь так идти вообще минуты четыре-три без чемоданов есть место для парковки в общем идем заселяться сейчас посмотрим какой нам номерок дадут хотелось бы конечно с видом на горы а там что дадут отель у нас 3 звездочный на давай я открою ты заходи этим снимать заползай ой как тут тепло какое зеркало красиво где ресепшн нам нужен администратор мы хотим заселиться нажимай кнопку очень тепло батареи а здесь не горячий ну тут очень тепло так все получили мы ключик от шестого номера идем заселяться где а вот я но открою ну что она здесь сауна а я не знаю что такое подушка какая-то какая сауна а вот это не знаю стол наверное не знаю чайничек диванчик телевизор у нас есть холодосик добавляемся принадлежности тут открывашка даже есть стаканчики холодильничек я даже еще ничего не закинула и тут у нас ну ничего интересного потому что мы не высоко чуть-чуть гор видно но ничего особо не интересного лес такой вот номер этот дверь не закрыл одеялки если замерзнем полотенчики и чемоданы не занялась полотенчики фен маленький такой а пойду батареи потрога горячий нет не батареи чуть теплый как будто но тут наверное тепло это полагаю а что вот это такое я не знаю так здесь у нас душевая кабина для ног полотенчик он горячий полотенцесушитель унитаз бумага какие-то мыло какое-то тут что-то у нас интересненько батареи не горячий может другой вайфай над вайфай тут пять штук надо наверно найти который будет более-менее нормальный в общем будем сейчас раздеваться переодеваться да пойдем гулять идем гулять пока не темно такая красота тут здесь солнышко садится быстро тут еще так пахнет вкусной едой я не знаю может быть в отелях где-то готовит и мы уже давно не кушали поэтому надо будет еще куда-то зайти нам поесть такой вот недострой здесь либо бросили либо еще строят отельчики вот люди с колясочкой гуляют ехать я бы не сказала что долго из нальчика сюда ну получается два часа мы ехали нормально не прям напряжно так мы тут на одной локации зависаем по несколько минут потому что очень очень красиво все-таки золотая осень горах это очень красиво у нас уже куча фоток а вон весь склон в деревьях таких желто оранжевых нас уже куча фоток мы только приехали уже куча видео кучу фоток невозможно все не фотографировать на улице кстати пока 10 градусов тут вот киски живут киски маленькие киски мой цветочек мой милый ангелочек еще один сколько кисок здесь живет красивых на улице 8 градусов я не стала надевать куртку на дело эту жилетку но не знаю замерзну или нет когда солнышко уйдет а мы идем сам поселок кирско потому что мы живем в чигете поляна чигет да я видела красота потом прям глянь снежище с одной локации уже 50 фоток вопрос как теперь отсюда уходить если кошечка легла на твой рюкзак и тебе жалко ее сгонять гуляем потерскол тут вот коровка стоит на помоечке такая черная на и код какой-то здесь бегал я видела куда ты исчез мечеть мы все бродим потерсколу вот набрели на множество пушек которые лавины стреляют на них написано роз гидромет чем они стреляют лавины водой что ли почему гидромет они мне кажется это дверь от ветра долбится вот это она закрыта нет амбар какой-то короче стоят здесь эти пушки там вообще снега и не ломайте бы сказать так мы хотим пробраться к речке ну можно пробраться к речке вот по тропинке через лесочек а что он такая тонкая потом превращается не знаю в общем хотим здесь прогуляться посмотреть что здесь такое что вот это вообще я не знаю я вообще не жарю так тут такая речуга ручеек а похоже она потом делается широкой ну вряд ли поможет мне не вряд ли не знаю либо да либо там еще одна река мост он берем так да не вроде устойчив я боюсь все равно вроде устойчивый мой а а а тут тропа какая-то идет мини кормушечка для белочек или птичек вот так обозначается тропа вот здесь написано водопад и при эльбрусе водопад девичьи косы водопад а за у размер ледниковой глыбы в который превращается озеро холодной зимой водопад 30 метров а этот тоже 30 метров мы пришли в кафешку немножечко перекусить хотим кучины попробовать и чай так чисто перекусить мы заказали кучины с творогом и зеленью и кучины с мясом и облепиховый чайок будем сейчас так сказать ужин все приятного нам обеда ужина так сказать ужинали мы вот этом вот кафе кафе эльбрусия эльбрусия вышла у нас 450 рублей 2 хачина мне понравились к чины давиду не понравились ну с мясом вкусные вообще мне вот с мясом вкусный творогом но так кисленькие но на любителя мы кстати заходили еще был вечер а вышли на улице уже ночь это я с собой влепихового чая в кофейный стаканчик налила потому что целый литр чая облепихового вкусного 180 рублей красота вот где надо напиваться облепиховый чай мы щас пойдем к себе на территорию не знаю что будем делать но уже темно вот так видимо